Приветствую вас! В принципе, я согласен с коллегой Гудрячёвым Игорем Леонидовичем, он вам всё достаточно хорошо и правильно объяснил, ответил. Но поскольку вы до сих пор не решили свой вопрос, не выбрали лучший ответ, то я подумал, что, мало ли, может быть, вы хотите ещё какие-то ответы получить. И вот решил вам также ответ. Во-первых, надо сказать, что вопрос, который вы задаёте, он не совсем корректен. Потому что, если вы любите человека, именно если у вас есть любовь, если есть чувство какое-то, да, чувство, то разрушить это чувство, в принципе, нельзя. Да, то есть его нельзя убрать, его нельзя что-то забыть, его нельзя, там, аннулировать, вот. Его можно обесценить, в принципе. Но что из этого будет, да, то есть какие будут у этого последствия, ну вот это, на мой взгляд, большой-большой вопрос. То есть может быть это вызов, вызовет у вас сопротивление, жёсткое сопротивление, вот. А, может быть, может быть, это вызовет у вас понимание, да, то есть вы, говорите, о, да, действительно, действительно, я, там, неправильно что-то чувствовал, неправильно что-то думал, неправильно что-то делал, да, вот. Ну, тогда, тогда возникает вопрос, да, относительно того, насколько ваши чувства, они вообще настоящие, вот. Настоящие ли они, потому что если вы легко с ними, грубо говоря, расстаетесь, если вы легко их, скажем так, ну, отпускаете, да, если вы легко меняете их, вот. То, то, вполне возможно, что это чувство не настоящее, а вполне возможно, что это чувство, они либо не ваши вообще, вообще, думаешь, они, например, ну, скажем так, навязанные, да, кем-то, вот. Либо это рэкетные чувства, то есть на самом деле неестественные, да, и к вам отношения никакого не имеющие, вот. Поэтому нужно вот все-таки деликатно относиться к тому, что вы чувствуете и уважать свои чувства, уважать то, что вы ощущаете, да. То есть если вот вы любите, если у вас есть чувство любви, то не нужно торопиться его убирать, не нужно торопиться его прекращать. Другое дело, да, если вы, знаете как, если вы все-таки именно вот не любите, да, человека, а если вы чувствуете, ну, знаете, какую-то, может быть, страсть к нему, какую-то, может быть, зависимость, зависимость от него и так далее. И вы не можете без него находиться, да, вы вот не можете, как вы говорите, смотреть на других мужчин. Вообще, при любви это, в принципе, нормально, да, то есть когда любишь человека, действительно там ни на кого, как бы, смотреть не можешь, это вполне логично, это вполне правильно. Правильно, но при любви нет такого, что не может обходиться без другого человека. Потому что любить можно, любить можно только тогда, когда ты сам себя ценишь, когда ты сам себя уважаешь, когда ты сам понимаешь свою цену. То есть оценить ценность другого человека можно только в том случае, если ты понимаешь свою ценность. И никак не иначе, никак по-другому. И получается, что если вы без человека вот не можете, да, если вы не можете без него, если вы не можете обходиться без него, вот, то получается, что вы свою-то ценность как раз-таки не видите. То есть своя ценность у вас отсутствует, к сожалению, ну, скорее всего, скорее всего, скорее всего так. Своя ценность у вас отсутствует. И поэтому говорить о том, что вы его любите, нельзя. Можно сказать, что, например, что он вам нужен. Ага, можно сказать, что вы в нем, там, нуждаетесь. Можно сказать, что он дает вам определенные чувства, дает вам определенные ощущения, позволяет вам, ага, чувствовать себя. Ну, как-то, да, каким-то, каким-то определенным образом. Вот это все можно сказать. Это да. Но говорить о том, что вы любите его, то есть вы хотите ему что-то отдавать, вы готовы ему что-то отдавать, это же, к сожалению, нельзя. Вот. Поэтому здесь, как вы понимаете, речь идет о ваших желаниях, речь идет о том, чего хотите именно вы, речь идет о том, в чем вы нуждаетесь, речь идет о том, что дает вам мужчина, по факту. Вот. И, соответственно, именно с этими желаниями, которые стоят за вашей нуждаемостью в нем, да, именно с этими желаниями. И, в принципе, нужно в первую очередь разбираться, потому что именно они, эти желания, именно они и определяют вашу зависимость. То есть зависимость – это желание, это потребность. Вот. Это первый момент. И когда вы сами для себя хотя бы четко вот расставите приоритеты, что я его, например, не люблю, что мои чувства, они как бы есть мои чувства, они имеют место быть, но это не любовь. Это не любовь, это именно вот потребность, то есть вам нужно к этой мысли привыкнуть, вам нужно эту мысль сделать, постараться сделать своей, вот. И тогда уже можно работать именно с вашими желаниями, лично с вами. То есть не оперировать такими понятиями, как любовь, да, как чувства к, значит, ну, к мужчине. Вот такими, такими понятиями не оперировать. А именно оперировать понятиями, что у меня есть желание, я чего-то хочу и мне, 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 мне там, грубо, грубо говоря, аааа... Ну, грубо говоря, мне что-то нужно. Вот. От него, от этого человека. Вот. Я в чем-то нуждаюсь. Я хочу это получить. Получить. Ну, для, вот. Эээ, для себя, да. Я хочу вот это получить. Вот. И вот это уже разговор. Понимаете, это уже разговор. Это уже диалог. Это уже то, что можно обсуждать с вами. Ну, понятно, что будет зашита. Понятно, что будет зашита, потому что тогда придется признать определённые другие аспекты, которые, ну, далеко не всегда приятны. Например, то, что вы не удовлетворены, например, то, что вы не совсем самодостаточны, например, то, что у вас есть страхи и так далее, и так далее, и так далее. А нахождение с этим человеком, да, помогает вам все-таки обрести определенную гармонию, вот, и находиться в пусть иллюзорном, да, но все же в каком-то состоянии равновесия. Любой человек стремится к равновесу, любой человек стремится к тому, чтобы находиться в состоянии, ну, вот, такого, знаете, может быть, не покоя, да, как такового, но, по крайней мере, в состоянии гармонии точно, вот. Вот. Это такой аспект. Следующий аспект, который можно и нужно раскрыть, это аспект, касающийся того, что научиться видеть других мужчин и принимать их. А вот тут тоже момент, ориентированный на индивидуальную, скажем так, сферу, сферу. Нельзя принимать других людей, нельзя принимать кого-либо, если вы по какой-то причине не принимаете себя. И здесь, на самом деле, конечно, как бы парадокс, даже не парадокс, а ситуация заключается в том, что то, что вы не можете принять других мужчин, да, вот, свидетельствует о том, что вы не принимаете себя, то есть что-то в себе вы не принимаете, и отсюда, собственно, и все проблемы. То есть неполное принятие себя, отсутствие полного принятия себя, это, по сути, обуславливает то, что вы не можете принять других людей. Вы и своего мужчину, с которым вы находитесь в отношениях сейчас, также не принимаете до конца. Вы принимаете в нем только то, что нужно, а полностью его вы не принимаете, иначе, я думаю, что в отношениях вы бы не были, потому что тогда бы у вас присутствовало бы четкое понимание того, что он женат, и что, в общем-то, уходить от своей жены не собирается, и что вы, как человек, который, например, ну, допустим, допустим, любит себя, который ценит себя, который уважает себя, вы не можете, не можете позволить себе находиться с этим человеком в отношениях. Просто потому, что это, ну, вообще, не для вас, это неприемлемо для человека, который себя любит, себя принимает, потому что такие отношения, по сути, ну, скажем так, не ведут никуда, да? Вот. Я уверен, что вы это понимаете, я уверен, что вы это понимаете, и тот факт, что вы, несмотря на это, все равно продолжаете находиться с ним в отношениях, говорит именно о том, что у вас есть внутренние личностные проблемы, такие, как я уже озвучил. Вот. То есть, принять других мужчин, принять других людей, можно только если вы полностью принимаете себя. И как ни парадоксально, полностью приняв себя, или проведя работу над принятием себя, вы автоматически, скорее всего, уйдете от этого мужчины, ну, не в буквальном смысле уйдете, да, а, скорее, в таком, в переносном значении этого слова уйдете, вот, и, соответственно, отдалитесь, вот так, просто отдалитесь от него и взаимодействовать с ним, с ним уже, так как взаимодействуете сейчас, скорее всего, не будете, вот. Если говорить о том, если говорить о том, как обходиться без него, то нужно обталкиваться, на мой взгляд, здесь, от обратного. То есть, что такое обратное, да, что такое, что представляет из себя обратное? Обратное, это, вот вы говорите, что не можете обходиться без него. Как именно вы не можете обходиться без него? Что именно вы не можете без него? Что вы чувствуете, когда вы без него? И так далее. То есть, чтобы понять, как обходиться, нужно понять, что, по вашему мнению, вы теряете. И по... Здесь самое такое, знаете, не то, чтобы главное, а самое деликатное. Самое деликатное. Судя по вашему тексту, судя по вашему тексту, вы не готовы решать проблему реальному. Потому что, у вас очень инфантильный вопрос. Ведь в глубине души вы знаете, что никакого универсального способа для того, чтобы научиться, например, обходиться без вашего женатого мужчины, нет. Потому что у вас есть свои обстоятельства, свои условия, по которым вы, собственно говоря, без него обходиться не можете. И никаких универсальных средств, не зная вас, да, вот, вот, не зная вашей истории, никаких универсальных средств, нет. Для помощи вам. И поэтому у меня и возникает та мысль, что вы не готовы реально решать проблему. Возникает тогда вопрос, а затем же вы написали на нашу ресурс, да. Вот. Ну и мне кажется, что ответ сидит достаточно простой, вам-то ситуация не нравится, вот, вы понимаете, что она неправильная, вы понимаете, что она такой-то, вообще-то быть не должна, вот. И, возможно, вы чувствуете необходимость что-либо менять. Но менять что-либо реально вы не готовы. Понимаете? Потому что в таком случае, если бы вы готовы что-то, если бы вы были готовы что-то менять, вы бы задали вопрос немножко по-другому. Вот. Как, я говорить не буду, чтобы вы сами пришли к этому, или, по крайней мере, задумывались об этом, об обстановке вопроса, потому что обстановка вопроса, это правильная обстановка вопроса, это едва ли не в пол-проблемы, половина проблемы, решение, половина проблемы. Вот. А так, получается, что вы аноним, да, то есть нельзя посмотреть ваш профиль, вашу историю, вы пишете в психологию, в разделе психологии пишете только то, что как мне надо любить женатого и научиться в виде других мужчин. Ожидаю, что вот что ожидаю, мы дадим вам какие-то универсальные, уникальные средства для таких средств нет. Можно, конечно, говорить о самооценке, можно говорить о повышении собственных значений, можно говорить о любви к себе, о принятии себя, можно говорить, обо всем этом можно говорить. но вот что из этого больше, а что из этого в меньшей степени относится к вам, это уже совсем другая история. Вот. Что могу я порекомендовать в этой ситуации в вам, да, что я могу порекомендовать. Ну, во-первых, я могу порекомендовать вам, даже не могу, а обязательно порекомендовать вам в этой конкретной ситуации провести инвентаризацию всего, что вы сами о себе думаете. Начните с простого и может быть даже банального. Я такая-то, такая-то, такая-то достойна ли того, что за мной сейчас происходит? То есть достойна ли я, например, того, что я встречаю с женатым мужчиной, например. то есть я его люблю. Хорошо, никто не говорит, что вы его не любите. Я люблю. Но любя его, я делаю несчастный себя. Вот достойна ли я этого? Понимаете? Вот какой вопрос. И вот от этого уже исходить. Как я позволил такому случиться? Для чего я позволил вам такому случиться? То есть какая у меня была цель? Насколько у меня личные границы построены хорошо? То есть предположим, что вы встретили женатого мужчину, И в общем-то ничего плохого в этом самом по себе нет. То есть ну женатые мужчины знаете это как бы не за бред. Да? То есть хотите с ними общаться? Общайтесь. Хотите с ними строить отношения? Стройте. А я не думаю, что здесь есть какие-то проблемы именно. То есть проблем на мой взгляд здесь нет. Именно в том, чтобы строить отношения с такими мужчинами. Вот. На мой взгляд, на мой взгляд, проблема она немножко в другом. На мой взгляд. Проблема на мой взгляд в том, что отношения вы строите вот именно с ну мужчинами, да? С обязательным скажем так проигрышем себя. То есть как бы я обязательно проиграю. Вот так вы строите отношения. Я обязательно проиграю. А это все-таки далеко не самый лучший расклад, какой вообще должен быть, если вы хотите строить отношения ну более-менее адекватные. Да? Вот. Я думаю так. То есть никто не запрещает вам, никто не запрещает и не может запретить вам насчет встречаться и взаимодействовать с женатым мужчиной. Вот. Но когда вы через это взаимодействие вредите себе, это уже момент. Это момент. Вот. Поэтому поэтому я и говорю подумайте о личных границах своих. Насколько мои личные границы развиты. Насколько мои личные границы простроены. Вот. Защищаю ли я их эти свои личные границы? То есть слежу ли я за тем, грубо говоря, чтобы значит, ну чтобы они соблюдались. Вот. А слежу ли я за тем, слежу ли я за тем, чтобы мои личные границы, ну, например, уважались. Вот так можно сказать. Да? Ну вот. И какие у меня есть средства для обеспечения этого. Это вот такой аспект. следующий аспект. Следующий аспект. Значит, что я не принимаю в себе? Какие вещи я считаю в себе неправильным? Какие вещи я считаю в себе ненормальным? ненормальным? Да? Такой аспект. И почему? Ну, откуда у меня это? Почему так происходит? Почему так произошло? Вот. А следующий аспект. как я себя чувствую как я себя чувствую с мужчиной? Ну, вот, именно с мужчиной, который у меня есть. Как я себя чувствую с ним? Что я чувствую с ним? что это за желание? Что это за ощущение? Что это за эмоции? Которые у меня есть. Вот. Это тоже важный момент. Потому что если вы сможете увидеть для себя что это эмоции? Что это за чувства? вы поймете что это все ваше желание. Мужина просто здесь как нарготик выступает. Он дает вам то, что вы хотите. Ну, по факту. и да, нужно постараться чтобы приучить себя к тому, чтобы освоить другие модели поведения для получения того же. Вот. Но это уже не будет таким сложным. И самое главное, что через это вы станете более независим. Вот. Вот пока что я могу дать вам вот такие рекомендации пока что на данный момент. Да? И вот работа с этим, работа в этом направлении может вам конечно помочь начать двигаться в сторону выполнения вашей задачи, начать двигаться в сторону реализации вашей цели. Вот. Но именно двигаться. Потому что как Брайан сказал мой коллега Игорь Леонидович без участия специалиста, без помощи специалиста сделать это невозможно. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы, пишите в личку. Я буду рад помочь, если вам понравился мой ответ. Буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи!